В этом видео мы вам расскажем, как частные перегонщики из Пскова, называющие себя Авточос, пытаются вам впарить якобы новый прицеп Хобби 495 ВФБ, но на самом деле этот прицеп бушный, мало того, восстановленный после ДТП. Вот обратите внимание, сколько этот чувак, продающий в основном старое, произнесет слово новое. Обзор нового каравана Хобби Экселент, моделька 495, караван абсолютно новый, полностью растаможен, караван абсолютно новый, оборудование еще не использовалось, все новенькое, шильдики заводские, все на месяц, абсолютно новое с наклеечкой, новые колпаки, новые колеса, новая ось. О чем говорить? Новая рама, весь пробег этого каравана до нашей площадки и все. Новый унитаз. Как оно должно быть по-другому в новом доме? Дом новый, новое хобби, новое хобби. Сыпное устройство, по-настоящему немецкое. Вот когда тебе пытаются внушить, что это новое, и постоянно говорят, что это новое, то на самом деле это оказывается старым. Так оно и есть. Вот точно такой же 495-й хобби. Вот такие вот сцепные устройства устанавливают на новых прицепах хобби. ВС-3000 фирмы Винтерхоф. Обратите внимание, как все тут подогнано. Видите, четко, даже вот здесь вот вырезано, вот под это ребро резинка. А вот теперь посмотрите, как эти мошенники из Пскова предлагают вам под видом нового не просто бушный прицеп, а прицеп, побывавший ДТП. Вот какой кувалдой вбивали сюда это сцепное устройство «Алка». Потому что родное сцепное устройство, судя по всему, пострадало от ДТП. Обычно они ломаются тогда, когда происходит сильный удар в тягач. Тягач встречается с препятствием, прицеп сильно ударяется в тягач, оно ломается. И вместо него вставляется вот этот вот прицеп. Видите, там даже пазы не подходят. Следы остались от прошлого сцепного устройства. Видите, вырезы в резине. Вот какой кувалдой это забили. И вам предлагается это под видом нового. И тем самым дискредитируется сам бренд, хобби. Чего компания «Дом в дорогу» не может допустить. Вам под видом новых прицепов продают прицепы, попавшие в ДТП. А где это все происходит, где они делают и где они это берут, в нашем ролике дальше. Смотрите внимательно. Вот это новый прицеп хобби. На всех новых хобби устанавливают только это сцепное устройство. И никакое другое. И на всех видео обзорах, вот если вы внимательно посмотрите все наши видео обзоры на прицепы хобби, только такое сцепное устройство. И никакое другое. А сейчас мы вам покажем, откуда берутся вот такие вот шедевры. Одно из мест это теплицы в Ренцбурге, рядом с заводом хобби, где рабочие по вечерам занимаются подработкой, а именно восстановлением прицепов, которые свозят по всей Европе и отправляют в третьи страны, вроде Белоруссии и России, чтобы потом невозможно было предъявить гарантийные обязательства, в случае чего и нести ответственность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А вон, обратите внимание, в конце склад готовой продукции, где собираются все эти клоуны, выбирают себе прицепы, чтобы их увезти в третьи страны подальше от Европейского Союза, чтобы нести ответственность потом, в случае чего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова